Первое, на что стоит обратить внимание, это альбом The Big Blues 1962 года. Это ранний Альберт Кинг, еще не с таким сформировавшимся звуком, как мы его привыкли слышать в конце 60-х годов. Но это довольно все равно интересно послушать, потому что пение Альберта Кинга довольно глубокое во все времена, ну, интересно в любом случае, и в качестве сравнения, опять же, интересно послушать его ранние записи. Еще был альбом 1961 года совместный с Otis Rush, то есть там часть песен записана Альберта Кингом, часть с Otis Rush. Послушать его стоит хотя бы ради того, чтобы, если вы не знаете, кто такой Otis Rush, но знаете, кто такой Альберт Кинг, послушать его Otis Rush, это может быть тоже вам интересно, если вы любитель блюзовой музыки. И мы давайте подойдем уже плотнее к его записи на Staxx. Это, как я уже сказал, первый альбом Born on a Bad Sign, он записан на студии Staxx с музыкантами Booker T&D&G's. Это легендарное Blues Brothers, если вы смотрели кино с одноименным названием, музыканты, которые играют с братьями блюз. Это, собственно, ребята со Staxx, которые записывались тогда со всеми звездами и входили в состав известной группы Booker T&D&G's. Booker T это их органисты и плавишник. На этом альбоме записаны боевики, которые блюзовые группы по всему миру до сих пор исполняют, и это входит в золотой фон блюзовой классики, такие вещи, как... Во-первых, одноименная вещь Born on a Bad Sign, у нас есть даже видеоролк, посвященный риффу из этой песни. Далее, Oh Pretty Woman, As the Ears Go Passing By и Crosscut Soul. Это все вещи, которые до сих пор исполняют, как я уже сказал, люди по всему миру. С этого альбома я бы советовал вообще начать знакомство с Альбертом Кингом, потому что там все сошлось, и прекрасные песни, и прекрасные аранжировки, и сам он там в прекрасной форме, очень хорошо играет и поет. Песни в основном для него писались участниками Booker T&D&G's, там как раз характерное для них риффовое звучание и звук. В этой группе играл Стив Краппер, это очень известный гитарист, который записывался на стаксе, и ряд риффов сочинил именно он. Собственно, Альберт Кинг уже пришел и записал голос, и гитарное соло поверх всего этого. Получился великолепный результат. То есть это даже, можно сказать, джазовые какие-то элементы, в смысле дудок, духовых партий, скрещенные с блюзом. Сам Альберт Кинг говорил, что всегда очень любил джаз, биг-бенды, и вот такой результат, когда очень много духовых, и он играет и поет поверх всего этого, его всегда устраивал и нравился ему. И все группы Альберта Кинга были именно с таким составом, с несколькими духовыми. Следующее, что бы я посоветовал послушать и выделил бы из общей дискографии Альберта Кинга, это альбом 1972 года, это седьмой, наверное, альбом Альберта Кинга. Он называется I Play Blues For You. Это прекрасная работа с духовыми, опять же, Memphis Horns. Это группа духовых, которая участвовала на этом альбоме. Очень богатые анжировки, уход от блюзовых клише в сторону более какого-то соул-звучания. Все это характерно для этого альбома. Он для своих времен был очень передовым, и как для блюза, и как для соула. Многие пытались повторить музыканты, но такого эффекта это, конечно, не производило. До сих пор этот альбом легендарен в блюзовых кругах. И песня I Play The Blues For You, опять же, это битвик, исполняется очень многими группами. Следующее, что хотелось бы выделить, это записи Альберта Кинга на студии Tomato Records. Там, в принципе, можно послушать компиляцию, которая называется Tomato Years. Там собраны все хиты, которые записаны на этой студии. И если вам будет уже более интересно это все, поищите, какие альбомы записаны на Tomato. Это все очень хорошо, там довольно все ровно, и интересно послушать. Помимо этой компиляции я советую послушать The New Orleans Hit. Это записи, сделанные в студиях Сан-Франциско из Детройта, выпущенные позже, опять же, студией Tomato. Это что касается его студийных альбомов, давайте теперь поговорим о его живых альбомах, что хорошо послушать. Живой альбом на все века, который прекрасно передает атмосферу концертов Альберта Кинга, называется Live at Sunrise. Если вам интересно именно живое звучание гитары Альберта Кинга, записанное не в студии, а как оно действительно было на концертах, то вам просто необходимо послушать этот концертник. Я его очень советую. Если он вам понравится, то ищите еще что-то, связанное с живыми выступлениями Альберта Кинга. Но вот этот вот альбом я очень советую. Начните слушать живого музыканта именно с этого альбома. Теперь поговорим о видеозаписях, которые сделаны на концертах Альберта Кинга. Их, к сожалению, не так много. Он прожил не так много времени, как хотелось бы. И записей существует довольно-таки небольшое количество, меньше, чем хотелось бы. Одна из моих любимых видеозаписей Альберта Кинга это Mindness Show Plus. Это целиком видео есть на YouTube, вы можете ее посмотреть. И второе, тоже на YouTube можно это найти. Она немного похуже качества, но мне очень нравится, как там все звучит. Это запись 1989 года в Японии, совместный концерт Биби Кинга и Альберта Кинга. Там обе группы играют просто потрясающе. Гитаристы играют очень хорошо. И если вы еще до сих пор не смотрели видео Биби Кинга, то вы можете совместить два этих прекрасных занятия. Посмотреть Альберта Кинга и посмотреть Биби Кинга. Это все будет очень вам полезно и передаст ощущения от крутых блюзовых живых концертов. Мы поговорили про дискографию, мы поговорили про его видеозаписи. Давайте теперь поговорим, на кого Альберт Кинг повлиял. Это легионы гитаристов, как в блюзе, так и в роке. Если говорить о современном этапе, то нет гитариста, на которого не повлияла манера игры Альберта Кинга. Возможно, он даже об этом не знает, но это так. Среди популярных белых исполнителей, кого мы можем выделить, это, конечно же, Эрик Лептон, это Гэри Мур, это Стивер Эйвуэн. Кстати, по поводу Стивера Эйвуэна, есть его видеозаписи в студии с Альбертом Кингом. Обязательно их посмотрите, потому что там вообще видно, откуда растут ноги из двух игры Стивера Эйвуэна. Ну и, что касается черных гитаристов, то поколение тех, кому сейчас лет 60-70. Можно выделить Лури Белла, Карл Везосбе и еще много других менее популярных черных гитаристов. Если их слушать, то там элементы Альберта Кинга, они просто очевидны. А мы сейчас вплотную подошли к, собственно, исполнению Альберта Кинга на гитаре. И сейчас я вам немножко расскажу про его манеру игры и про его звук. Субтитры сделал DimaTorzok